Доброе утро, девочки! Иду на работу. Со Светой должны встретиться где-то здесь. Смотрите, у нас на площади поставили лавочки. Красиво так стало. Ну, тут же всё перерыли. И будет ещё фонтан. А, вон я Свету вижу, она мне машет. Вот здесь цветочного магазина. Вот там мы заказали в том магазине. Ну, сейчас я подойду и скажу, там заказали цветы. А смотрите, с этой стороны площадь как красиво сделали. Тут уже доделывают всё. А вот цветочная мастерская. Куда мы со Светой? Света уже там. Она вон цветочки, видимо, выбирает. Букет на нее просто поставит. Такое можно сделать. Можно там, да? И даже вы можете делать такие? Или это только вот какие-то другие? Ну, композиция дороже стоит, если вы хотите у вас флористической губки. А для устойчивости я могу вам сделать смешочек сводой на этот букет. А вот то, что они длинные. Получится. Ну да, и упадаешь, и мы всё зафиксируем. Света тоже букет выбирает. Не-не-не. Сейчас я подумал, посажу. Спасибо. А ты будешь сегодня букет заказывать? Да, чтобы вечером всё забрать. А, а мы заказали, чтобы завтра в 8 утра забрать. Нам-то тут два шага. Ну, вам-то... А мне-то не шарки сюда. Ну да. Я лучше сегодня забирала. Конечно. А что ты, какие хочешь цветы собрать? Да вон такие розовые розы. Они вывернуты вручную. Они туда добавят ещё беленьких красивых. И вот в такую королочку. Чтобы оно стояло, можно на столе поставить. А, ты хочешь, чтобы они коротенькие были, да? Ну, вот, наверное, подвежут их. Ну, мне главное, чтобы стояли. Ну, да. Мы-то все такие букеты дадим. А куда их будет ставить? Ну, там вазы, наверное, найдут в ресторане. Вазы будут. Ну, как-то стоять. И можно их дома везде поставить. Тут красиво очень. Ну, да. Конечно. Какая тут красота. Да, вообще красиво. Мы уже завтра два букета таких возьмём, подарочных. И три букета, которые будем возлагать на памятники. Так, я пока выключаю. Всем привет! Привет! Вы на канале Сестры Техтери. Я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры вместе ведём блог по похудению. Немного мы уже похудели. Похудеем дальше. Девчата чуть-чуть сегодня прохладненько. Ну, хоть у этого такого нет жуткого. Ветер тот скид. Боже мой, я что-то так накрасилась. Наконец-то ты накрасилась. Я только увидела, заметила. Очень хорошо. И ты бесите, глаза накрасила. И на свадьбу так же накрасила. Да? Да. А прическу? А если он тоже подводки сделала сверху? Ага, да. После Хэллоуина что-то стала делать их. А я ничего не делала никогда. Девочки, на Ютуб вообще ничего не грузится. Всю ночь. Всю ночь грузишь, грузишь. У меня такой хороший интернет. В Яндекс.Зен выгружается полторы минуты. Тридцатиминутный ролик. Полторы минуты с моим хорошим интернетом. А туда всю ночь. Я пошла в туалет. Смотрю, а там 2% за границу. Потом я думала, ладно, последний раз еще поставлю. И Лягу спать. Утром что будет, то будет. Если не получится, еще раз прямой фикс. Так это каотенький, 20-минутный. 19 минут ролик. Даже не часовой. Одну часть мы тогда выгрузили, одну не выгрузили. Получилось вот так вот. Так что, девчата, переходите, пожалуйста, на Ютуб. Подписывайтесь. Ой, на Яндекс.Зен. Ой, на Яндекс.Зен. Походу, Ютуб вообще закрывается полностью. Девчата, смотрите. Многие сказали, я не могу его скачать. Заходите в Play Market. Либо если у вас новые телефоны, там какая-то другая, где скачивают. Вы же скачиваете где-то любые приложения. И напишите Яндекс.Зен. Все. Или просто Дзен. Или Дзен. Ну да, Яндекс. Скачивается ровно одна минута. Может меньше, 30 секунд, минута. Да, набирайте опять, сестрицы в теле. Открыть приложение и все. И потом поисковик, как в Ютубе обычно. Ну да. Ну, единственное, придется иногда рекламу потерпеть. Ну, его можно перемотать. Там нажимать, пропустить. Они кайотенькие. Я даже смотрю, там тоже, что меня интересует. Секунд пять. Девочки, не думайте, что мы там зарабатываем. Мы за тот год, мы вообще не снимали, за целый год. Полторы тысячи сняли. Полторы тысячи. Знаете, Дзен вообще такой не раскошелится. На двоих. За целый год. Хотя там столько просмотров. Это русская платформа. Там особо денежат, никто не раскошелит. Там и наши китайские жиротопки. Они крутятся по 20, по 30 тысяч просмотров. А полторы тысячи мы на двоих получили. Полторы тысячи рублей за несколько месяцев. За пять или за... А, за год, да? Вообще за год, мы не снимали ее. Потому что мы смотрим, там три, пять рублей добавляется. И то там снять можно только с тысячи рублей. Вот мы полторы целых сняли тысячи. Так что, девчата, мы не уговариваем, чтобы там заработать. Мы уговариваем, чтобы вы нас не потеряли. Да, и мы вас не потеряли. Девочки, мы готовимся к свадьбе. Не к нашей. К хорошенькам. Потому что у нас все время гипо... Ну что ты, ты так и не сказала, какие ты цветы выбрала в итоге. Девочкам-то расскажи. Розовые розы... Большие, да? Да, они раскрыты вручную. Но они так красиво смотрятся. И с белыми маленькими такими... Вот что ты любишь. Все время всем им даришь. Вот маленькие вот эти натыканы. И в каевочке в большой. Сухоцветики, да, кругленькие? Розовые. Ну нет, это не сухоцветые, просто цветы. Но они такие... Они в сухоцвете стоят потом тоже целый год. Ну такие они как шарики ворсистые, да? Нет, значит, это другие цветы. Вообще не сухоцветы. Тоже розочки, только маленькие беленькие. А, так ты с розочками будешь маленькими, с кустовыми? Роза с розами, да. А, с кустовыми маленькими розами, понятно. Розовые, с белыми. Машечка, аж она молоденькая. Ей вот эта роза... Ей не назовут. Блин, почему я Машу вот и в голове замуж? Потому что моя Маша такая маленькая и худенькая. Я цветы покупала сейчас Маше, представляешь? В голове своей. Ё-моё. Маша уже как полтора года назад. Замужем. С это очень, с памятью, большие проблемы. Прикинь, пришла на свадьбу, а там вообще другая невеста. Тебе магния? Тебе надо пить магния и глицин вместе, совокупность. Из таких дозах конкретных. Ну, это может быть из-за твоей белковой диеты. Да, до диеты было же только так же. И причем с самого детства. Не особо что-то поменялось. С самого детства точно так же было, особо ничего не меняется. Только как пенсионная уху силиться все в этом. Все, букеты мы завтра заберем. Алкоголь мы должны подвезти сегодня вечером. Сюда, в кафе? Прям в кафе, да. Ну, и те ребята, ну, та сторона. А у Кашатькафе та сторона будет? Ну да, они привезут баннер утром. А, хорошо. Вечером там все еще какие-то эти заказы на дни рождения, поэтому все это баннер только утром. Да и вообще кафе сегодня... Не, сказали, баннер можно куда-то привезти и поставить вечером. А все украшать только все равно утром. Девчата, я пришла купить колготки себе и Ляночки. А, давай. А ты, Кристи, уже купила сколько? Да, я купила, да, тоже здесь купила, да. Так, это наш шиейский рынок. Это вещевая часть. Сейчас пока Света там копит. Что-то пока... Ну, на рынке вообще уже мало людей стало. Сейчас мы идем полдевятого утра. Так, вот тут медом торгует. Могила речки только открывается. Здесь цветами торгует цветочный ряд. Сейчас я просто покажу. Сейчас Света купит. Вот, там цветы собирают. Девочки, ну как на Кубани, уличный рынок. Ну, может быть, в других тоже городах такое есть. Ну, там родственники с Урала говорили, что таких уже мало. В основном закрытые, потому что зиму-то холодно очень. Ой, девочки, медик тоже открылся. Медик, мой любимый медик. Тебе нельзя мед. Винни-пуха мед нельзя. Девочки, вот Яночки взяла беленькие, вот видите? Ага. По ее росту. И себе по цвету загая. Ты 20 ден только взяла? Я себе 40 ден взяла. У меня аж в кафе, хотя мы будем по улицам ходить. Ладно. Я взяла себе 40 ден и черного цвета. Потому что я надеюсь... Тебя совсем не видно. Надеюсь, найти сапоги высокие. У меня там есть такие, это... Не велюра, как замшевые сапоги черные, высокие. Думаю, нормально будет. Нет, посмотрю. Да, если у тебя и платье, и верх черная юбка, и сапоги черные. Ничего не мерила вообще. Девочки, ничего не мерила вообще. Вы не видите мой взгляд. Если женщина что-то примеряет оверзу перед свадьбой, что-то украшение, не мерила ничего. Девчата, я еще купила вот такой камешек аметистовый, не аметистовый, забыла, как он называется. Тоже цвет такой же фиолетовенький. Забыла. И куда ты его денешь? Надену его вот сюда, на цепь. А, на шейку? Да. Ой, какая сила. Он будет большого размера. Как раз от всех сглаза. Ну и он будет еще украшать тебя. Ты же вся в черном. Булавками буду еще невесту закидывать, чтобы не сглазывать. Может, к платью прицепить булавочку? Ну что-нибудь надо придумать. А то ж там добрых людей полно кругов. Ну, невесту, конечно, надо защитить. Мы ее будем вот так вот защищать. Всякое по-разному. Она уже заболела. Сегодня, наверное, будет тоже. А, девчата. Ой, какая очередь на почте. Очень хорошо. Мы едем после трех и по записи. Мы теперь уже у меня остались. У меня аж фото бросило. От этой почты. Девочки. У меня альбомчик пришел. Я, наконец-то, сделала альбом. Где тебе его забрать-то надо? В Дек он пришел. У нас он фиг знает где. Через весь Гой оттюлепать надо. И туда автобусы не ходят. Супер. Только на такси ехать. Ага. Либо пешком. Мне пешком быстрее даже. Да? Я сегодня такси вызвала. В школу опаздывали. Блин, пишут. Через 40-6 минут приедет. Представляешь? Мне через 15 минут быть в школе, Блин, через 46 минут приедет. Да. Так что, девочки, не резончик такси пользоваться. С утра особенно. Ну, и у нас такой город. Летние таксисты, ну, что на лето устраиваются, они осенью все уходят. Ну, как, половина таксистов уходит. Потому что, ну, заработок же падает сразу же. Больше, чем в половину. Да, у нас тут заработки. Летом води, зимой дороги. А что ты делала за фотоальбом? А, это когда мы ездили в путешествие в Геленджик с Кристиной, с Кристиной, мужем, с Яночкой, с моей. Я его, конечно, сделала, напечатала. И мне его уже напечатали в Москве. И сюда уже его привезли. Покажи, что есть. Ну, вот сбегать надо, забрать. А ты же мне потом такой тоже альбом сделаешь. И надо еще со свадьбы сделать. Сделаешь? И Машеньке со свадьбы надо. Сделаешь Машеньке со свадьбы? Да сделаю. Мне бы компьютер кто бы сделал. Понимаете, я могла бы за два вечера нафигачить этот весь, сделать альбом. Но я сделаю одну страницу, он у меня перегревается и вырубается. Компьютер. Я просто удивляюсь, как мы на таком засратом компьютере вообще все блоги сделали. Сделали блоги. Но мы им там ставим телефоник, который на ладан дышал. Который остался от прадеда тебе достался. Так компьютер тоже от прадеда достался. И еще там вынули все запчасти хорошие. Кое-кто на память. И мне вставили самые говняные запчасти. И он еле-еле дышит. Я Светик говорю, представляешь, вот так вот... Надо купить новую девочку. Не дополню, впустить дома, там вместо нормального телевизора будет рубин стоять. Девочки спорюсят, а что ты не купишь там, может, новую? Дело не в этом. Дело в том, что я боюсь потерять какую-то информацию, потерять какие-то паоли. Сейчас что-нибудь установят, у меня потеряется вот этот редактор, где я все это делаю. Вот Света так же не расставалась с телефоном. Помните, пока он не поломался окончательно? Ну, блин, если у меня потеряется мой фоторедактор, я не переживу. Да? Да. Не потеряется. Можно позвать мальчиков-программистов, тебе этот фоторедактор заново скачают. Почему ты так боишься расстаться с этой старой дебеде? Потому что я только в нем могу делать тебе альбом со свадьбы и мне. Ну, смотри, ты же прекрасно справилась с новым телефоном. Ну, да. А если мальчики не справятся, не сделают фоторедактор? Другой скачает тебе фоторедактор, ты на нем научишься делать. Как будто на том фоторедакторе мир сошел. Куда мы идем? Прямо вот сошелся. А что вот опять у тебя какой-то там? Кусики ожидают. У нас планы. Планы мы сегодня не идем на тренировку. Мне надо забавить сапоги. В Валберис. А что у тебя? Ты в них тренироваться будешь или что? У нас же тренировка еще, емко. А ты забыла тренировку с собой взять? А мы сейчас идем? Ну, почти. У меня колесовки в офисе. Мы сейчас в офис зайдем и потом пойдем на тренировку. Слава богу. Девочки, у меня в ней выгружается больше 20 минут ролик, а до этого у нас еще кусок был большой. Так что мы еще сейчас поснимаем тренажерки. Готовимся к свадьбе. Светик, что ты снимаешь? Что ты снимаешь? Это ты фотосессию делаешь? Воспоминания былых времен. Музыки весь отделывают, девчат переделывают, как они как с мошеншей бегают. А, в листве. Кто-то давно не прибирал возле дома, да? Да, это шанс приятный. Вот здесь можно подосечи, Света, делать. Прямо тут ботаю. С листвы. С парфодубного надо. А, вот невесту буду с парфодубного. Обсыпайся, обсыпайся листвой. Ой, какая красота. Ой-ой-ой. Добавлять не надо. Не надо добавлять? Нет. А то смотри, Сережа хочет добавить. Есть. Есть. Скоро-скоро не будет их. Скоро-скоро. Как ты шустренько делаешь. Ну как тебе тут на ступеньках жесть? Безенькую тебе. Света, ты же хотела подтянутую попку? А где веселое лицо? Я сейчас сдохну. Сейчас мы посмотрим. Там у нас 10% мужчин. Перед прессом это вообще жесть. Что ты купила? Показывай. Что ты будешь есть? Холодец. И твое. С брюками не видно? Это вот такие сапожки. Это под платье. Это не под эти брюки. Под эти брюки я вот такие. Ну они бы с этими брюками были хорошо, если бы они туда плотно залазили. Типа как лосины. Типа как лосины, да. Так они не под эти брюки. Ой. Что ты еще взяла? Вот такие лампы для черепашки. Твое фиолетовое. Твоя тортилья жива? Да. Та перегорела лампу. Вот новую заказала. Черепашка вот везде есть. Она у нее подросла. И такие же, только чуть-чуть. Ну, другая модель поизвольная. Каких удобнее будет. Сейчас я померю. Они вроде чуть-чуть поменьше. Добрый день. Ты еще сережки вроде взяла какие-то. А их на этот, на свадьбу денег. И что-то конвертики там еще заказала. Так. Там все интересно показывать. Да, интересно? Да, конечно. Вот это вот конвертик для денег на свадьбу. О, большой. Красивый. Красивый. У нас такой обычный, ну, такой маленький, что мы купили в этом. Как это называется? Это я здесь напишу тост, чтобы не забыть. Вдруг я стеряюсь и забуду. Очень хорошо. Я в цветочном магазине обычный конверт купила. Это вот под платье такое вот уношение. Ой, классно. И сережки. Ты прямо хорошо подготовилась. Ты прямо подготовилась, подготовилась. Мне просто достать, чтобы и погладить, чтобы не мято было. Я не подбирала образ. Образ подбирала. Ну все, сережки ты все показала? Да. А, и вот такие ботиночки. Ты вот их будешь брать? Да, эти ботинки мне прямо хорошо подошли. Зимние, да? У меня здесь. У меня здесь. У меня здесь. Удачи!